Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем Sims 4 и это Династия Стыкеленборг. Вы смотрите 328 серию. Добро пожаловать! У нас ночь, да, зачастую наши серии начали начинаться с ночи, но ничего страшного. Я думаю, что сейчас мы как раз хорошо поднимем потребности всем нашим симам, чтобы они ночью выспались, покушали, в общем, чтобы подняли все свои потребности. А потом уже днем будет время, будем что-нибудь делать. Так, к нам пришла ремонтница, потому что еще в позапрошлой серии, я помню, у нас сломалась раковина. И Полли, совершенно не стесняясь ни капельки этой ремонтницы, села, зашла в туалет и, видите, даже нет у нее отрицательного мудлета. В прошлой серии мы устраивали вечеринку, потому что совсем недавно Дуглас и Полли у нас получили повышение. Мне, кстати, до работы Полли 6 часов и Дугласу до работы 2 дня. Ой, ребята, я, честно говоря, хотела сегодня, чтобы Полли и Дуглас отправились куда-нибудь погулять. Но, видя, что Полли работает, как-то меня это немножко смущает. Я думала, что Дуглас и Полли у нас сегодня отправятся вместе. Но мы попробуем, может быть, возьмем выходной. Так, кто у нас тут болтает? А, это Эйприл и Джаред. В общем, сегодня планы на эту серию у меня грандиозные. Сегодня я хочу сделать два таких события. Давайте романтику сделаем какую-нибудь для Эйприл и для Джареда. Вот, я хотела бы отметить день рождения Эйприл, потому что ей пора уже взрослеть, становиться тоже пожилой, как и Джаред. Это, конечно, не очень веселое событие, но, тем не менее, так должно идти. Смотрите, как Андре смотрит. Андре, это мама. Это мама нашей Эйприл, да. К сожалению, вот такая вот симская жизнь. Она очень короткая, но пришло уже время ей тоже становиться пожилым персонажем. Стой! Я надеюсь, что она останется такой же веселой, такой же позитивной в своем старческом возрасте. И не будет такой же, как и Лили. Не впадет в маразм, все у нее будет хорошо. Я думаю, что она будет ждать внуков. Ну, это уже к Поле, как говорится. Так вот, я, кроме дня рождения Эйприл, еще хотела, чтобы Дуглас и Поле сходили куда-нибудь погуляли. Вот, но у Поле сегодня рабочий день. И, наверное, мы ее сейчас возьмем и отпросим с работы. Потому что я, правда, надеялась, что сегодня она у нас отправится вместе с Дугласом отметить вместе с ним свое повышение. Так что, давайте... У нее три дня свободных, ну, то есть выходные. Так что, вполне, она может взять себе, позволить себе выходной. Давайте отправим спать Поле. Давайте отправим спать Дугласа. Потому что я с утра их хочу отправить прогулять. И у них должны быть хорошие потребности. В принципе, у нас четыре часа утра. Боже мой, рано-то как. Вот, и Лили мы тоже можем отправить спать. Вот, ну, а Эйприл с Джаредом... Хотя, Джаред, он да в туалет. Джаред, давай, иди в туалет. А Эйприл с Джаредом могли бы, я не знаю, какую-то романтику. Ну, в общем, да, они могли бы посвятить это время себе. Но сначала нужно хотя бы помыть посуду. Давай, Эйприл, займись этим. Вот, так, все у нас тут, все испорчено. Лили готовит, готовит, а потом оно портится. И потом это надо все выбрасывать, к сожалению. Боже, у нас, походу, еще и на заднем дворике тоже какая-то грязная посуда есть. Да, кто-то ел и не доел. Вот, я думаю, что когда Эйприл у нас станет пожилым персонажем, я потом уже в кассе посмотрю на нее. И, скорее всего, сменю ей одежду, поменяю ей прическу. Единственное, оставлю ей тот вариант одежды, который у нее для сада, для работы в саду. Так, давай теперь ты иди в туалет по очереди. Джаред сходил, теперь ты иди в туалет, а Джаред уже тогда домоет посуду. Не будем мыть посуду, мы просто отдадим ее на набаку, да? Правильно, Джаред? Что нам заморачиваться? Нет ничего грязного. Можно повосхищаться новыми вещами. И давайте поставим все-таки гренки в холодильник, потому что портятся слишком часто наши продукты. Это очень плохо. Так, ну что ж, мы можем, не знаю, напиточек приготовить. Мне просто хотелось сейчас немножечко времени уделить Джареду и Эйприл, посмотреть на них еще, по крайней мере, на Эйприл молодую, потому что совсем недолго нам на нее молодую смотреть осталось. Ну что ж такое, она кушать решила? Ну давай, Джаред, тогда присоединяйся к своей любимой. А, нет, она передумала кушать, она решила со своим мужем дорогим пообщаться. Давайте какие-нибудь романтические действия, пусть поцелуются. Вот, я их вообще хотела... Я долго думала, как нам устроить день рождения. С одной стороны, мне хотелось бы их отправить куда-нибудь в ресторан, двоих, только двоих, чтобы они были вдвоем. Но с другой стороны, это же как бы общий праздник. И я думаю, что Полли хочет маму поздравить. И семейный все-таки праздник. И вот как-то, не знаю, до сих пор, наверное, все-таки в кругу семьи мы отметим этот день. Хотя можно, знаете, отправиться и в ресторан, только всей семьей. Так же, как мы делали с днем рождения Джареда. В общем, много тысячи вариантов. И хочется вдвоем, чтобы у них было время. Ну, на свидание. По-любому, когда вот Эйпрел станет поживой, мы их куда-нибудь отправим вместе с Джаредом, чтобы они уделили время друг другу. И мы смотрели только на них. Потому что я знаю, что многие почему-то считают, что я Джареду мало внимания уделяю. Ну, как мало? Мне кажется, что достаточно. Потому что Симов в семье много. И как бы, ну, по мере возможности я стараюсь каждому уделить внимание. Потому что вот в последнее время, например, серии 2, мы только на поле смотрели. И вот сейчас уже как бы пора Дугласа. Вот. Ему нужно свидание устроить. Как-то тоже, не знаю, уделить ему внимание. И, конечно же, и Эйпрел хочется, и Джареду, и всем. И на всех времени не хватает. Поэтому я и поставила, еще раз, тысячный раз вам говорю, поэтому я и поставила длительную продолжительность жизни. Потому что если бы я этого не сделала, то уже, наверное, Полли и Дугласу, ну, Дугласу точно пора бы уже было становиться взрослыми. То есть Дуглас уже был бы с семьей. И, ну, не знаю, это как-то слишком быстро. Я не люблю торопить события. Я люблю, когда идет все своим чередом, чтобы мы все успевали, чтобы мы не спеша смотрели, думали, выбирали. Потому что выбор будет тяжелый и у Дугласа, и у Полли. И, честно говоря, я сама не знаю, кого я хочу им в мужья, в жены. Потому что это сложный выбор. И тут нужно будет хорошенько подумать. Так, ну, в общем, Эйпрел с Джаредом, я думаю, что тут прекрасно вдвоем время проведут на кухне. А наши ребята, наверное, будут просыпаться и отправиться куда-нибудь погулять. Так, только нужно нам поднять потребности, чтобы не идти гулять на голодный желудок. Давайте откроем холодильник. У нас сегодня... А, так, что это у нас такое интересное? Это, ну, одна порция какая-то. Так, давайте еще чего-нибудь достанем, потому что Дуглас тоже, наверное, проголодался. Да, Дугласа нам нужно тоже покормить. Так что пусть просыпается, кушает, и они вдвоем с Полли куда-нибудь отправятся. Они куда-нибудь, а я даже уже участок скачала. А вот участок, на котором находятся водные дорожки, но что-то вроде типа аквапарка, вот с бассейном, чтобы вот наши ребята могли там отдохнуть. Тем более у нас утро сейчас будет. Эйпрелу и Джареду все равно. Они вот... Кто-то проснулся, кто-то нет. Они ходят, и романтика вовсю. Давайте мы их отправим в уху, что ли, сделать. Давайте заняться в уху с Эйпрел. Кстати, Дуглас кокетливый. И у нас, наверное, ведро включено, да? Я не заметила. Нет, ведро отключено. Я не знаю, почему. Почему такое вот кокетливое настроение. Так, главное, чтобы... Не-не-не-не-не-не. Вот это вот мы будем отменять и пресекать, потому что они, к сожалению, не считаются родственниками. Вот Полли и Дугласу вообще просто хорошая подруга, да? Никаких у них родственных отношений нет. Хотя мы на самом деле знаем, что они четвероюродный брат и сестра. Вот точно так же, как и Стив. Вот, я поздно поняла, поздно до меня дошло, что Полли является четвероюродной сестрой Стиву. Точно так же, как и Дуглас. Ну, в общем, до меня доходит, как до жирафа. Я сразу не поняла. Вот, если бы, конечно же, я поняла, то я бы даже не знакомила Полли со Стивом. Ну, как бы знакомила, но ни в коем случае не делала бы им романтические отношения. Так вот, у Эйприл в уху с Джаредом Лили до сих пор спит, а Дуглас и Полли у нас сейчас отправятся погулять. Только главное, чтобы у них были хорошие потребности. Ну, в принципе, Дуглас уже покушал, наелся, Полли тоже. Поэтому мы сейчас выберем действие отправиться с... Только я бы хотела отправиться не сама. Вот мы возьмем еще с собой Юджина, Колина и Вики. Блин, почему Эмили нет? Вот почему-то Эмили нет в отношениях. У Полли с ней плохие отношения, и она теперь не отображается здесь в списке друзей. Это плохо. Так, все, выбираю ей действие отправиться. Мы с собой берем... Боже мой, Джаред заболел после в уху, наверное. Мы берем с собой Колина, мы берем с собой Вики, мы берем Юджина, да, к сожалению. Мы можем, конечно, взять Матвея, в этом прикольном костюмчике. Но мы этого делать не будем. Кстати, Дугласа мы берем с собой. Естественно, берем Дугласа. Давайте возьмем с собой и Элли. Она хоть и подросток, вот все остальные у нас молодые персонажи, но я думаю, ей будет интересно со своими братом и сестрой тоже отправиться куда-нибудь. Тем более, там будет весело, и для молодежи самое то. Я бы с радостью взяла еще и Эмили, и еще кого-то. Боже, кого? Ся Стива я бы еще взяла. Но, к сожалению, их нет в списке знакомых у Полли, поэтому мы их с собой не возьмем. Так, мне бы еще вспомнить, ребята, куда я поставила этот участок. По-моему, в Ньюкресте. Да, вот такой вот компанией. Шесть симов мы отправляемся в ночной клуб. Да, это ночной клуб у нас. Я скачала с галереи. Один из самых таких скачиваемых участков, созданный Максис. Вот здесь все из каталога. Задний дворик, то есть водные дорожки, бассейн, ну, что-то вроде типа аквапарка. Называется он Акваленд, как вы видите. Вот по названию, кстати, можно будет найти в галерее. Я думаю, что нашим ребятам сейчас будет хорошо там отдохнуть. Вот таким образом они отметят повышение, ну, и просто отдохнут среди друзей. Вот такой прикольный участок я скачала с галереи. Он очень классный. По типу мини-аквапарка какого-то. Здесь вот много водных дорожек. Также повсюду фонтанчики. Давайте я сниму игру с паузы, чтобы это все вживую было видно. Очень-очень прикольно сделаны эти цветочки. Они разных размеров. Так классно вертятся. Фонтанчики повсюду. Здесь вот есть эти самые, господи, столики с зонтиками, где можно посидеть в тени и выпить напитки. Также вот есть барная стойка, где бармен может налить какие-то напиточки. Конечно же, бассейн. И я думаю, что наши ребята сейчас, наверное, все сюда в бассейн и отправятся. Давайте выберем действие плыть сюда вместе. Я думаю, что они все вместе пойдут. Всей нашей компанией из шести симов. И мы будем проводить здесь время замечательно. Так, давайте все купальники одевайте. А то только Элли у нас одела купальник. Остальные все переодеваться не спешат. Вот, ну и будем смотреть, конечно же, на наших симов, кто с кем там будет общаться. Потому что сегодня мне бы хотелось, чтобы просто мы как бы за ними понаблюдали, посмотрели. Может быть, что-то как-то... Так, что-то Колин как-то интересно смотрит на нашу Элли. Давайте, ребят, заходите все. Будем сейчас кататься на водных дорожках. И я думаю, что будет весело. Все, они у нас уже в бассейне. Вот, и Дуглас, я бы хотела, чтобы он, конечно же, куда-то побежал. Куда побежал? Он у нас с Юджином побежал общаться. Я бы хотела, чтобы он у нас как раз-таки пообщался с Вики. Потому что как-то между ними есть много чего общего. И я бы хотела все-таки узнать еще раз. Может быть, она нашла работу. О, давайте ее обнимем. Я сама такое действие дала случайно. Но уже пусть будет. Вот, чтобы узнали мы ее получше, посмотрели на них. Потому что в прошлый раз, когда было у них свидание, к сожалению, как-то Вики все время избегала нашего Дугласа. Не хотела с ним общаться. Но не дадут ребятам побыть вдвоем. Все их преследуют. Все хотят побыть вместе. А, мы знаем, Вики Клептоман любит природу и растяпы. И она до сих пор безработная. Что-то все нас преследуют. Ладненько, давайте тогда дадим им задание, чтобы они пошли и покатались на этих дорожках. Только я не знаю. Во, можно кататься с. Давайте выберем действие исполнять трюки. Давайте возьмем с собой Вики и Элли. Кстати, Дастин почему-то здесь у нас в списке. Наверное, где-то здесь рядом Дастин. Ладненько, давайте так. И Поли тоже пойдет кататься. И она будет у нас кататься с Колином. Она будет кататься с Юджином и с Элли. Да, Элли же мы не брали. В общем, пусть все покатаются. Хорошенько проведут время. У нас вроде как жара, да. У нас вечное лето сейчас в Сим-4. Это как раз хорошо, что сейчас вот на водных дорожках зимой, я думаю, что Симы не покатались бы. А так просто замечательная возможность круглый год ходить и кататься в этом аквапарке. Плавать в бассейне. Элли у нас прям с напиточком. Я думала, что она напиток куда-то в карман положит. В невидимый карман. А оказалось, что она просто поставила стаканчик на землю. Ну что ж, давайте, ребята, катайтесь. Это, кстати, способствует снижению веса. Смотрите, как Колин классно крутанулся. Прям вообще трюк какой-то показал. Элли, а ты что у нас умеешь? Ну, Элли тоже неплохо. По крайней мере, не упала. Потому что Симы иногда падают. Вот, например, как это сейчас сделала Вики. У нее не очень хорошо получилось. Я думаю, ой-ой-ой, бедное Поли. Как она сильно ударилась. Да, видите, аж трет свою заднюю точку. А вот у кого-то повысился фитнес. А, это у Поли. В общем, ребята, когда занимаются катанием на этой водной дорожке, они повышают свой фитнес и немножко сбрасывают вес. Так что это даже очень-очень хорошее занятие. Хоть иногда у Симов бывают отрицательные мудлеты. Типа вот смущение, как, например, сейчас у Поли. Потому что она ударилась, и это все увидели, и она немножко засмущалась. Но я думаю, что это не страшно. Давай, Поли, покажи, сейчас у тебя точно получится. Вот, я же говорила, сейчас получилось. Вот, я думаю, что сегодня мы остаток этой серии замечательно проведем. Юджин упал. Вот, в этом аквапарке. Вот, я бы хотела, чтобы Симы пообщались. Вот, пусть все, наверное, катаются. И мне бы как-то хотелось, чтобы Дуглас, наверное, как-то Вики украл. Вот, и куда-нибудь они вдвоем отошли. Давайте попробуем поделать к Вике какие-нибудь сначала дружелюбные действия, чтобы они завязали разговор. Может быть, мы даже романтику какую-то, наверное, попробуем и позаигрывать, если она, конечно же, согласится. И было бы неплохо, если бы мы куда-нибудь отошли и присели где-нибудь, потому что здесь есть места. Вот, можно послать ей воздушный поцелуй. Интересно, они вот могли бы здесь вместе присесть? Я имею в виду именно Дугласа и Вики. Вы сейчас знаете как? Мы попробуем собрать компанию, если, конечно, у меня получится. Давайте из Дугласа и из Вики. Наверное, не получится. Так, покинуть группу. Сформировать группу. Вот, давайте сформируем группу. А, нет, нам предлагают в эту группу добавить еще вот Симов. Кристалл и Дастина. Ну, нет, Кристалл с Дастина как-то у нас немножко в сегодняшнюю серию не вписываются. Так, ну, давайте, ладно, тогда просто будем общаться и попробуем какие-нибудь такие... Обменяться номерами, например. Хотя номера телефонов, я думаю, что они уже взяли друг у дружки. Вот, просто так, не взначай, катаясь на водной дорожке, вот, Дуглас пытается как-то завести общение с Вики. Кристалл, ты чего сюда пришла? Я знаю, почему Кристалл пришла. Кристалл пришла, потому что мы забрали Элли, взяли с собой... Так, что это такое? Что, испугать? Мама дорогая, чего они творят? Кристалл, я так понимаю, что она пришла за Элли, потому что Элли не домашнее задание дома делает, а пришла кататься в аквапарк. Наверное, Кристаллу-то не очень понравилось. Ну, нам как бы это самое... Кристалл, я думаю, что ничего страшного, Элли тоже нужно отдыхать. Так что не надо быть сварливой бабкой, как Лили, вот, будь проще. Давайте попробуем... Не знаю, наверное, не надо, ребят, пытаться даже флиртовать, потому что что-то как-то с Викторией у нас сейчас не получится, потому что нет романтических отношений сейчас. То есть, ну, есть, но они очень маленькие. Я попробую дать им задание, чтобы они сели, пошли сюда вместе. Я имею в виду Дугласа и Вики, и было бы хорошо, если бы вот они пошли вдвоем. Но нет, туда прутся все. Вот все идут сюда посидеть. Ну, идете так и идете. Но мы будем общаться... Вот, Дуглас будет общаться именно с Вики, потому что в прошлой серии мы как-то больше внимания уделили Юджину, то в этой серии я бы хотела, чтобы мы все-таки больше пообщались с Вики. Вот, ну, в смысле, чтобы Дуглас не пообщался. Так что все остальные пусть катаются на водных дорожках, а мы будем к Вике приставать с нашими вопросами, с нашими, я не знаю, какими-то расспросами, потому что Дугласу все интересно про Вики. Она ему очень понравилась. И я думаю, что неплохо было бы с ней завязать хорошие такие, ну, действительно, романтические отношения, а не так, что у них вот сейчас они на самой нижней точке. Ну, что ж такое? Не ругайтесь. Я надеюсь, что вы это все в шутку. Вот, так что попробуем сейчас поднять им эту романтику. Ну, не хватает ведра. Вот ведра реально не хватает. Ну, хотя бы просто вот какие-то дружелюбные отношения. Ободрить мы можем Вике и можем, наверное, ее обнять как-нибудь. Вот душевный разговор и попробуем с ней обняться. Я думаю, что уже можно. Они уже, в принципе, нормальные друзья. Тем более, это уже не первая их встреча. Можно так общаться. Но я думаю, что все равно, когда об этом узнает Лили, она очень даже рада и не будет, если она об этом узнает. Так, ну и давайте пойдем кататься, наверное, на водной дорожке вдвоем. Вот, отправим кататься, кататься с Вики. Так, только бы Вики найти здесь. Вот. А поле у нас, по-моему, осталась, ребята, одна. Да, все остальные разбежались. Видите, я удивляю. А нет, Юджин не убежал. Юджин уже танцует. Ну, давайте, что ли, присоединимся. Можно идти сюда. Кстати, здесь диджей. А, нет, нет. Это просто... Ну, это танцплощадка. Да, то есть здесь можно потанцевать. Можно, кстати, сделать действие. Групповой танец. Давайте мы тогда поле нашу переоденем, потому что, ну, как-то, если Юджин уже оделся в обычную одежду, то и поле стоит тоже переодеть. У нее несколько вариантов одежды. Ну, давайте оденем, наверное, вот этот вот ей сарафанчик, потому что он такой, наверное, самый летний вариант. И выберем действие групповой танец. Раз шажок, два шажок. И пусть все у нас танцуют, что ли, потому что давно мы этим не занимались, давно не танцевали. Я думаю, что у Симы неплохо бы отвлеклись. Так, ну, а Вики, наверное, с Дугласом будут продолжать кататься, я надеюсь, на водные дорожки. И все-таки на танец не пойдут, а побудут немножко вдвоем. Узнают друг дружку лучше. Я сегодня специально не стала делать свидание какое-то, то есть отдельно, чтобы, например, Дуглас пошел с Вики вдвоем, или чтобы поле куда-то пошло тоже с кем-то. Потому что мне все-таки хотелось бы, чтобы пока еще как-то не совсем так принужденно, чтобы просто так они пообщались в дружеской атмосфере, обстановке, присмотрелись друг к дружке. И не так прям, чтобы их уже сводить с кем-то вместе. Ну, пусть тогда просто танцуют. Не захотели они показывать общий танец, тогда пусть просто немножко потанцуют. И... О, нет, все-таки здесь есть диджей. Я думала, что диджея нет, а он все-таки есть. И, кстати, тогда Дугласа и Вики тоже можно сюда звать. И пусть идут... О, танцевальная битва! Можно устроить танцевальную битву. А давайте устроим Полли и Дугласа. Интересно, они согласятся и классно будет на это посмотреть. Так что мы пока отменяем групповой танец и посмотрим, как наши симы здесь просто потанцуют. Просто так и танцевальную битву устроим. Правда, смерть, конечно, не совсем в тему пришла. Ну, да ладно. Ну, посмотрим, что это будет за группа... За танцевальная битва у вас. Наверное, бросят друг другу вызов. Я бы не сказала, конечно, что они у нас оба классные танцоры. Но почему бы не поразвлекаться? Сегодня жаркий и прекрасный день. И, смотрите, Полли уже начинает показывать какие-то движения. Да, Дуглас даже смотреть чуть на это не хочет. Ну, посмотри, как Полли танцует. Да, кстати, нужно поделать несколько скринов, потому что я в последнее время что-то забываю вообще делать скрины. Ну, правда, как-то скрины. Что такое? Почему нет? Нет, диджея! Давайте мы сами... Давайте, блин... А почему мы не можем? Панель управления, спецэффекты. Только туман, ну, все, включено. А почему мы сами не можем подойти к этой будке диджея, вот, к этому пульту управления и... Показать танцевальные движения. Ну, пусть покажет движения. И почему мы сами не можем зажечь толпу, нанять знаменитого диджея? Давайте тогда диджея наймем, раз сами мы не можем. Наверное, навыка не хватает или просто нельзя почему-то... О, нет, смотрите, Полли у нас встала. Смотрите, что она показывает. Ничего себе, это точно нужно сделать какие-то скрины. Да, она показывает танцевальные движения. Она просто так у нас встала за этот пульт. Я думала, что она будет здесь что-то делать, музыку какую-то играть. Но она у нас просто встала. И давайте, наверное, Дуглас тоже, наверное, покажет какие-нибудь танцевальные движения. Так, а как мы это сделали? Я уже и забыла. Танцевальные... Вот, показать танцевальные движения. Давайте покажет попс-пляс. И пусть сюда тоже идет наше Полли. И тоже хвастается под ручку каким-то движением. Пусть показывают все. Вот, ну, а по-моему, остальные ребята... Кто-то разбежался. Вот, Юджин еще не убежал. Он со смертью общается. Ну, разбежались, да и ладно. Нам все равно весело. У нас сегодня хороший день. К сожалению, не получилось все-таки... О, она идет к Колину отметить день рождения Эйприл. Ребят, я думаю, что я это все сделаю в следующей серии. Ну, просто так, ну, не получилось. Вот, я хотела, правда. Но теперь как бы времени мало. Уже 23 минуты серии прошло. Я думаю, не совсем к тему будет. Если мы сейчас на скорую руку отметим день рождения Эйприл. Вот, я думаю, что все будет. Но лучше уже в следующей серии. Так, давайте танцевать все вместе. Я хочу, чтобы они танцевали. Давайте уже что-ли покажите групповой танец все. Почему не хотите танцевать? Вот, потому что сегодня хороший денек. И все могут прекрасно... И в бассейне мы покупались, и на водных горках покатались. И в завершении этого замечательного дня еще и потанцевали хорошенько. Так что давайте, идите, показывайте нам групповой танец все вместе. Вот, и Дуглас тоже. Вот, и тогда в следующей серии, когда мы будем играть этой семейкой, мы обязательно уже устроим день рождения Эйприл. Вот, они показывают групповой танец. Правда, танцуют у нас только Эйприл, только Поли, только Дуглас. Остальные не хотят присоединяться. Ой, смотрите, Кэн пришел, он подтанцовывает. И Эмма пришла тоже подтанцовывает. Но давайте, наверное, дадим им задание, чтобы они просто у нас танцевали. Потому что как-то к групповому танцу все присоединяться не хотят. Вот, я думаю, что наши ребята и Дуглас, и Поли сегодня замечательно, просто суперски отметили свое повышение. Вот, теперь они будут дальше работать в своих карьерах. Ну, я не знаю, как Поли, но Дуглас точно будет. Вот, мы не будем рассказывать его маме, Лили, о том, как он сегодняшний день провел, как он хорошо повеселился. Вот, главное, чтобы это было днем, поэтому Лили не особо переживает. Конечно же, если бы ее мальчик где-то ночью пропадал, то Лили бы очень расстроилась. Вот, ну, а так он... Можно, скажем потом Лили, что он у нас был в библиотеке вместе с Поли. Хотя, Поли и библиотека это вообще вещи несовместимые. Вот, можно еще немножечко с Юджином пообщаться. Давайте душевный разговор, и Поль тоже присоединяется к нашему танцу. Ну, в общем, ребят, будем смотреть, будем присматриваться к этим парочкам, кто кому там лучше подходит, кто там на кого как посмотрел. Может быть, что-то промелькнет между кем-то. Все-таки нужно еще посмотреть на них, пока они молодые, пока такие вот красивые, веселые, пока у них нет еще семей. В общем, нужно думать, выбирать. Смотрите, Юджин, по-моему, аж вспотел, увидел Поли. Голова закружилась. Давайте попробуем еще немножко пофлиртовать. Да, так что вот в следующую серию будем отмечать день рождения Эйприл, и туда дальше я уже хочу Дугласу все-таки устраивать еще одно свидание какое-то. Возможно, оно будет с Эмили, но я еще не решила, и Колин тут тоже подтанцовывает у нас. Все, ребята, буду я на этом заканчивать серию. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока!